Всем привет! Это YouTube-канал Татьяна Фельгенгауэр. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и готовьтесь смотреть свежий выпуск программы «Богатые тоже прячут», которую мы делаем вместе с генеральным директором Transparency International России Ильёй Шумановым. Илья, у нас с тобой на этой неделе несколько сюжетов, как всегда, каждый достойный экранизации, а некоторые ещё и, хотя мы это не одобряем, но некоторого злорадства. Но мы не одобряем. Значит, я предлагаю начать с истории Сергея Синельникова-Мурылёва. Рассказать, во-первых, кто этот человек, что с ним произошло, но главное, что внимание к себе. Он начал привлекать борцов с коррупцией и не только. Не в связи с нынешними новостями, а появился он в публикациях прессы раньше. Да, Сергей Синельников-Мурылёв – это один из самых богатейших ректоров России. Он всегда попадал в топ-5-10 самых богатых ректоров российских. Человек, он достаточно влиятельный. И, собственно, часто его именуют соратником Егора Тимуровича Гайдара. То есть это один из первых реформаторов, который пробился во влиятельные фигуры в российской, не политике, а административно-образовательном секторе. И он стал ректором Всероссийской академии внешней торговли. По сути, готовит торговых представителей Российской Федерации. Ну или дипломатических сотрудников, которые ориентированы на экономический блок. Также он является, являлся или является в текущий момент проректором Ран Хиггса. Что произошло? Произошел, значит, обыски у него дома и на работе. И, насколько я понимаю, ему обменяют хищение каких-то миллионов рублей. Выбрали ему меру пресечения домашний арест. Ну, интересно, другая история, потому что он уже не первая административная такая единица и фигура, который предъявляет претензии, в том числе уголовного характера в Российской академии народного хозяйства при президенте, где он проректором работает. До этого были аналогичные претензии к МАУ и еще другим проректорам, которые там работают. История, на самом деле, выйденного яйца не стоит с точки зрения коррупции, ему обменяют хищение одного или нескольких миллионов рублей. Но, интересно, другая история. Студенты лаборатории университетской прозрачности год назад выпустили большое расследование про Синильникова Мурылева и рассказали о его зарубежной недвижимости, которая не попала в декларации и которая, собственно, стоит тоже какие-то миллионы евро на Лазурном берегу Франции. Студенты даже смогли вычислить всю эту историю, проверив по официальным реестрам, подтвердив, что Синильников Мурылев вместе с членами семьи владеет этими роскошными объектами недвижимости, особняками во Франции. Когда журналистка издания «Новой газеты Европы и Докса» спросила про эти особняки у Синильникова Мурылева, он начал рассказывать о том, что неправильно проверять его, неверно к нему обращаться с этими комментариями. Все, что надо, он задекларировал. Это правительство Российской Федерации, куда он сдает декларации, трет информацию о его зарубежном имуществе в публичных декларациях, которые публикуются на сайте. Кошкомичная история, но тем самым косвенно он подтвердил, что у него есть недвижимость и она не попала в декларацию о доходах и имуществах. Вот такая вот прикольная история про человека, который сам признался в ходе интервью с журналисткой о том, что у него есть недвижимость. Обычно все все отрицают, а тут Мурылев начал рассказывать о том, что эта недвижимость действительно есть, да, действительно записана, но в декларации какой-то причине ее не оказалось. Мне ужасно понравилось то, как он отвечал на вопрос про эту недвижимость. Он такой, ну как бы те, кому надо знать, все знают. Ну да. Ты в чем сейчас признаешься? Ты вообще понимаешь, как это звучит? Да, это действительно странно. Мне кажется, просто его подловили в какой-то момент, когда он не ожидал этого вопроса. Вот. Более того, он сказал, что не надо, вот, как бы, придавать огласки, то, что вытаскиваете вы сейчас, это неприятно, не стоит этого делать, это может привлечь внимание криминальных структур. Но, как я понимаю, внимание криминальных структур и его зарубежная недвижимость не привлекла, а вот внимание Федеральной службы безопасности его активность привлекла. Поэтому надо думать, что говоришь журналистам, когда они спрашивают, какую зарубежную недвижимость не декларирована. Ну и вообще лучше думать, когда говоришь. Ну посмотрим, как будет дальше развиваться эта история, потому что, конечно, вот то обвинение, которое звучит сейчас, да, хищение на миллион рублей, выглядит скорее как некий повод. Вот. Что-то не очень понятное, но пока мы знаем про задержание, про меру пресечения, но больше особо никаких подробностей пока в прессу не просочилось. То есть посмотрим, станет что-то известно или нет. Про ранхикс мы много всего тоже в последнее время слышали. И понятно, что есть некая атака, если можно так сказать, на это заведение. Но не хочется ударяться в конспирологию и придумывать какие-то связи, которые не доказаны. Вот. Просто понаблюдаем. Но детали в этом деле, конечно, впечатляют. Видимо, в какой-то момент люди, которые спокойно смотрят на лазурный берег, на недвижимость, перестают спокойно на это смотреть и думают, ага, вот давайте-ка придумаем миллион рублей. Я хочу сказать, на самом деле, без какой-то конспирологии, извини, что тебя перебиваю, но я думаю, что зрителям будет это интересно узнать. Дело в том, что у других двух проекторов ранхикса в той же самой Франции также студенты и журналисты обнаружили виллы, вот, дорогое недвижимое имущество. Поэтому это совсем, может быть, даже и не конспирология, просто это, может быть, взаимосвязанные какие-то события. Поэтому, ну, важно, что эти люди выбирают вместо Франции не какой-нибудь Код-де-Вуар, вот, или дружественную Монголию или Казахстан, а именно лазурный берег. Еще один персонаж, который довольно часто оказывается в центре внимания, не знаю, кстати, насколько он российской публике знаком, но вообще человек с удивительной судьбой, Феликс Медведев его зовут, он все время попадает в какие-то истории, прямо скажем, и с упорством, достойным лучшего применения, продолжает делать то, что делает. Видимо, жизнь-то ничему не учит. Сейчас, значит, обвинения в отмывании 150 миллионов долларов предъявлены. США, собственно, предъявляет эти обвинения Феликсу Медведеву. К нему вообще много кто предъявляет самые разные претензии. Он даже, если я ничего не путаю, какое-то время отбывал наказание за все свои делишки. Расскажи подробнее, кто такой Феликс Медведев, почему он нам интересен? Ну, про Феликса Медведева до недавнего времени известно было ничего, чуть более, чем ничего, наверное. Он впервые попал в объектив и в зону интереса правоохранительных органов США недавно, и до сих пор нет судебного решения по нему, нет обвинительного заключения. То есть, как бы, какой-то подподробной информации мы про него не знаем. Знаем только информацию, которую анонсировал Минюст США, опубликовав короткую справку о том, что это за товарищ и с чем связано его уголовное дело. Его уголовное дело связано с ситуацией с отмыванием 150 миллионов долларов. Даже для Штатов это очень большие суммы. Наш господин Медведев, Феликс Медведев, открыл порядка десятка компаний в штате Джорджия, США. Напомню, это излюбленное место Бориса Реттенберга. Он там со своей женой купили несколько объектов недвижимости, которые потом оказались заброшены и заросли паутиной. Трава не кошена, двери сломаны. И в этом прекрасном штате Джорджия действовал также господин Медведев. Он открыл компании. Компании можно назвать пустышками, потому что реальной деятельности они никакой не проводили. Но через эти компании проходили операции, в том числе с Российской Федерацией. И он заключал контракты с российскими контрагентами, реальными живыми фирмами, которые проводили операции с американскими фирмами Медведева, якобы поставляя из США или из других стран оборудование сложное, техническое, и отправляя деньги на компании Медведева в США. Разумеется, никакого оборудования не поставляли. Деньги просто переводили по поддельным инвойсам. И так вот Медведев действовал достаточно длительное время через ряд компаний. Я позавчера, услышав информацию про Медведева, начал разыскивать его контрагентов и его соучредителей, потому что среди соучредителей Медведева было большое количество россиян. То есть в компаниях указаны люди с реальными адресами в России. Я нашел одного такого товарища, Ивана Дорофеева, который оказался человеком с большим количеством неоплаченных кредитов, профессиональным номинальным директором и учредителем коммерческих компаний, который там более 20 компаний открыл-закрыл, на него эти компании перевешивали для того, чтобы, видимо, уходить от налогов. Я ему написал, он мне, к сожалению, ничего не ответил. Вот этого человека звали Михаил, вот он представляется Майклом. Ну, вот прикольная тема, попытался с ним поговорить, он пока отказывается мной разговаривать. Может быть, увидит программу, захочет вернуться и дать какую-то обратную связь. Тема прикольная еще с другой стороны. Господин Медведев, проводя эти операции, видимо, решил выплывить золотого тельца. На порядка 65 миллионов долларов, которые он отмыл через эти фейковые операции, он покупал слитки золота. И как бы слитки золота хранил... Хорошая инвестиция. Прикинь, 65 миллионов долларов перевести в золотые слитки, ты можешь какой-то, не знаю, дом из этого золота сделать, по моим ощущениям. Я сразу, знаешь, я сразу вспоминаю утиные истории, там всегда на заставке с Круш Макдак ныряет, значит, в свое хранилище золотыми монетами. Но я боюсь, что если упасть на золотые слитки, то можно как-то пораниться, повредиться. Вот, но в целом довольно любопытный путь инвестиций. Ну, то есть, ты наотмывал денег, ты сделал работающий схематоз. И дальше ты думаешь, куда же мне это все девать? Ну, как бы в авокадо, в кофе, какие есть варианты? Ну, хорошо, буду покупать золото. В принципе, в принципе. Не знаю, я вот не инвестор и не брокер, поэтому насколько стабильны инвестиции в золото, не знаю. Но окей, да. Более не стабильный. Такой, в принципе, способ. Ну, знаешь, все лучше, чем в крипту это все выводить. Ну, я не знаю, лучше, не лучше. Мне кажется, во-первых, это золото все, скорее всего, отчалит в хранилище Федерального резерва. Просто потому, что 65 миллионов долларов. Не представляю, как это должно выглядеть. Вообще, какая-то куча золота. Но вот такой вот прикольный чувак. Понятно, я начал дальше разбираться и интересоваться судьбой этого человека, что это за человек. Вот, в России пока про файл по нему не собрал. Может, в следующую передачу поговорим. Но в Штатах он уже борется с американским правосудием и с американской миграционной системой, которые, видимо, хотят депортировать его или лишить визы. Я не знаю, как он будет там, как отбывать наказание. Но какой-то иск от Медведева к Homeland Security Office зарегистрирован, по сути, миграционная служба, который подразумевает под собой, может быть, инвалирование его какого-то вида на жительство и прочее. Такая вот забавная история про слитки золота и про чувака, если он не придумал сам, а участник этой всей сделки. Мне кажется, еще интересно будет почитать обвинительное заключение, которое скоро опубликует, в котором, может быть, будут какие-то подробности про его российских злоумышленников, схемотехников, партнеров. Да, ну это вообще, конечно, интересно. Друзья, если вы можете примерно прикинуть, сколько это 65 миллионов долларов в слитках, я буду вам очень благодарна, потому что так, 64814. Сейчас пытаюсь быстренько посчитать, сколько хотя бы... Так, ну смотри, это типа 100 килограммов. 100 килограммов золота. Ну нормально, нормально. В принципе, дома можно хранить такой под кровать. Дома, в принципе, можно уложить штабелями. Да, ну то есть, в принципе, одну комнату можно инкрустировать или как бы... Окей, золотой унитаз себе. А еще наш любимчик, любимчик, на самом деле, мы в последнее время не очень много про него говорим, но тем не менее, один из олигархов, за которым мы пристально следим, Алишер Усманов. Значит, что случилось с Алишером Усмановым? Вот смотрите, представьте себе, что вы человек, у которого очень много денег, но вы при этом не самый честный человек, и вы немножко отмываете деньги. Ну, так вот, так случилось. И вы думаете, класс, у меня есть некоторое количество отмытых денег, но при этом я не хочу покупать 100 килограммов золота. Ну не хочу, мне не нравятся эти слитки. Но чтобы мне их потратить? Или такой думает человек, в принципе, я люблю смотреть футбол в комфортных условиях. Алишер Усманов, потрачу на футбол. Это же примерно так выглядит, Илюш. Да, Усманов, Алишер Буханович Усманов, мало того, что он успешный предприниматель и так называемый олигарх, вот, известно его страсть к футболу. Мы помним, что совсем недавно, до 2018 года, он был владельцем британского арсенала, вот, достаточно известная команда, вот, и я понимаю, что у него сейчас новая страсть. Помимо развития футбола в Узбекистане, в Ташкенте, он там действительно активно работает на своей родине, и, по сути, восстанавливает футбол, он еще следит, видимо, за своей любимой командой Бавария, которая, ну, собственно, это немецкая команда, которая активно, ну, и успешно играет во всех кубках и в международных соревнованиях, вот. И известно, что Усманов, Усманова сейчас подозревают немецкая прокуратура в том, что он при аренде футбольной ложной стадионе Альянс-Арена, домашнем стадионе Баварии, он, ну, собственно, оплатил эту сделку с отмытых денег. Сама история про деньги, наверное, не сильно существенна для Усманова, там сумма идет о всего лишь 250 тысячах евро, и аренда одной из 106 лож, которая есть на этом стадионе. Речь идет о том, что журналисты из Udoch Zeitung, они проанализировали эти операции и саму сделку, и выяснили, что Усманов пытался сначала арендовать эту ложь через офшорную компанию, и потом провел эту сделку через свою кипрскую компанию. И сейчас нельзя утверждать, есть ли действительно, ну, есть ли отмывание денег, или это подозревает его, потому что проверка еще сойдется. Но важно, что Усманов и его пресс-служба, они сказали, что это комичная история, и что абсолютно никаким образом деньги не могут быть отнесены к отмыванию денег, потому что они законно заработаны, но важно, что проблемы достаточно активно создают Усманову не только в Германии. Мы помним, что в прошлом году в Германии уже приходили на виллу Усманова, проводили там обыск, опрашивали обслуживающий персонал. Речь шла о неплате налогов, и интересно, что руководитель, главный тренер футбольного клуба, как бы, ну, президент футбольного клуба Бавария, он недалеко от Усманова живет, вот они соседи. Вот, поэтому эта история больше про то, как немецкое правосудие, немецкие правоохранительные органы дают сигналу Алишену Бурхановичу о том, что его не рады видеть в Германии, несмотря на то, что он достаточно активно там прописался, да, и вот участвует в социальной жизни какой-то, ходит на футбольные матчи и так далее. Ну, дай бог, так сказать, ему здоровья, что я могу сказать. Нет, слушай, я была бы не против, конечно, чтобы у меня тоже была ложа, чтобы смотреть Баварию. Почему нет? С огромным удовольствием просто, ну, как-то надо прилично себя вести, при этом как-то тратить честно заработанные деньги, с которых уплачены налоги, которые понятными прозрачными путями попадают на твой банковский счет. Так что я, в общем, немного вопрошу. Наверное, последнее, о чем успеем рассказать, эта история была в новостях довольно громко, но, может быть, кто-то подзабыл, потому что уже почти две недели прошло. И история – это очередной, значит, шпионский детектив, очередная шпионская какая-то загогулина, потому что речь идет о вербовке американцев, о сотрудниках ФСБ, о розыске ФБР, и все это связано с преподавателем из МГУ. Вот такой сюжет довольно захватывающий, но, опять же, очень много вопросов, но не очень много ответов, по-моему. Что мы знаем про Наталью Бурлинову и про суть обвинений? Потому что, правда, она уже сама говорит, что ничего такого не происходило, но, понятно, вряд ли бы она призналась. Да, у Марии Бутина появилась конкурентка, совершенно четко. Понимаю, что на сайте ФБР красуется фотография Натальи Бурлиновой или Бурлинова, я точно не знаю, как сказать, куда ставить ударение. Она обвиняется в нарушении американского законодательства об иностранных агентах, о заговоре против американского правосудия. Ну, в реальности, что произошло? Я прочитал ее обвинительное заключение, это тоже выглядит как шпионский роман, абсолютно точно ты сформулировала. Всем зрителям Танинова шоу я просто предлагаю почитать это обвинительное заключение, оно есть у меня в телеграм-канале. Речь идет о том, что Бурлинова получала указания офицеров ФСБ, не названного, или от нескольких офицеров, относительно того, с кем ей надо встречаться в США, кого надо приглашать в Россию на конференцию, которую она организовывала от своей некоммерческой организации, несмотря на то, что она получала деньги через президентские гранты в России. Видимо, денег ей было мало, в том числе на поездки в США, поэтому она просила у офицеров ФСБ, чтобы ей давали деньги за свои услуги, она еще брала с офицеров ФСБ деньги. Ну, ей какие-то деньги выписывали, пока известно о очень скромной сумме, 150 тысяч рублей, которые выписали ей офицеры ФСБ. Взамен на это она проявляла максимальную лояльность, она скидывала списки и данные личные иностранных граждан этим офицерам ФСБ, передавала им копии паспортов, и более того, пыталась налаживать какой-то контакт, коммуникацию с тем, чтобы приглашать этих людей в Россию. И действительно, часть европейцев, граждан Европейского Союза и граждан США приезжали на ее мероприятия, уже после 2014 года, после уже обострения отношений между странами Запада и Россией, они приезжали в Россию и, собственно, участвовали в ее мероприятиях. Бурлинова активно писала и, собственно, определяла лидеров среди этих людей, которые в Европе высказывали про путинские какие-то позиции, и, более того, нескольких людей, которые участвовали в ее встречах, они заняли какие-то должности, ну, получили выборные должности в парламентах своих стран. Сейчас эти речи, это некоторых неназванных европейских политиках, ну, что, собственно, ФСБ записало их себе в портфолио, как некую форму оказания влияния и поиска лояльных людей. Интересная, классная история. Жадные ФСБ 150 тысяч рублей только дали гражданке Бурлиновой. Вот за это сейчас ее, соответственно, ФБР разыскивает. Лучше все-таки ей не выезжать за пределы Российской Федерации или ездить только в дружеские страны, иначе ее просто, как Виктора Бута, заберут обратно и, как Марию Бутину, заточат в темницу американцев. Да, но это немножко другая история, потому что все-таки Наталья Бурлинова, она действовала на территории Российской Федерации, она как бы заманивала, зазывала, налаживала контакты с иностранцами и потом сдавала их ФСБшникам. Да, ну, на самом деле, немножко, ну, это российская часть истории есть, потому что у Бутины тоже была российская часть истории. Она хостила встречи консервативных политиков и сотрудников одной из стрелковой ассоциаций США в России, организовывала им встречи с политиками в России, но была и у Бутины, и у Бурлиновой история в Штатах, где она встречалась с какими-то людьми, с политиками, представителями академии и так далее, и так далее, и действовала по поручению, по сути, российских властей, потому что в ЦРФСБ они воспринимаются как представители российских властей. И, исходя из этого, наверное, можно было бы назвать ее действия как раз-таки ходящие в противоречии с тем самым заказчиком иностранных агенток спорным, которые есть в США, вот, которые, собственно, прописали и российскому гражданскому обществу. Ты и я должны это хорошо очень знать, на самом деле, откуда кальку списали. Да, интересная история, и знаешь, что интересно, будут ли раскрыты какие-то похожие схемы и узнаем ли мы, что таких людей, на самом деле, гораздо-гораздо больше. Да, это крутая история по одной из причин, потому что, ну, мы знаем точно, что российские некоммерческие организации часто использовались правоохранительными органами и спецслужбами для, как бы, получения доступа, для оказания какой-то мягкой силы. Вот, но теперь мы видим первое, по-моему, вот, ну, Путин немножко в сторону мы отставим, все-таки она действовала вместе с Торшиным. Первую историю, когда некоммерческая организация, которая занимается так называемой гражданской дипломатией, установлением связи, организация публичных ивентов, вот, была введена в УБР, вот, в заговоре против американского правосудия и нарушение заказа иностранных агентов США. Будем смотреть за этой историей, по-моему, тоже она в развитии. Прикольно, что Бурлинова завела сейчас телеграм-канал и активно начинает публичное поле какое-то выходить с этой тематикой, с тем, что она незаконно обвиняется, ничего плохого она не делает, ни с кем не знает, простая преподавательница в МГУ. Ну, да, сколько таких простых преподавателей, интересно, в разных вузах. Да, как-то, видишь, мы с тобой высшими учебными заведениями начали и ими же и заканчиваем. Кольцевая верстка, как говорится. То тебе, значит, дома на лазурном берегу и обвинения в хищении миллиона рублей, а то сотрудничество с ФСБ за 150 тысяч рублей. Боже, до сих пор не понимаю, что это за цифра такая? Это она сама попросила или офицеры ФСБ сказали, что им бюджеты урезали на агентуру. В общем, да, выглядит несерьезно. Несерьезно. 150 тысяч рублей. Ну, Таня, ну вот видишь, как страдает высшее образование российское. Видимо, побираются по таким скромным крохам. Да. В общем, аккуратнее. Будьте бдительными, граждане. Спасибо большое. Я думаю, что все эти сюжеты будут иметь какое-то продолжение в ту или иную сторону. Если будет что-то новенькое, мы обязательно вам расскажем. Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International. Россия всегда следит, всегда так вот, не пропускает ничего интересного. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Ильи, потому что эти сюжеты появляются там с какими-то подробностями, документами. Это, наверное, самая интересная часть, когда можно еще и документы поизучать. Вот. Ну, а мы с вами увидимся через две недели и расскажем про очередную порцию кринжа и ада в исполнении коррупционеров и прочих олигархов. Илюш, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, как вам, какой сюжет показался наиболее интересным и, может быть, неожиданным, о ком хотели бы услышать в следующих выпусках, а мы с Ильей обязательно постараемся выполнить все ваши пожелания и рекомендации. Всем пока!